Редкие в пепельном рассвете небе зыбылись звезды. Из-под туч тянул ветер. Над доном на дыбах ходил туман, и, пластаясь по откосу миловой горы, сползал в яры серой безголовой гадюкой. Левобережные обдонья, пески и яндовы, камышистая не пролазь, лес в росе, полыхали иступленным холодным заревом. За чертой, не всходя, томилось солнце. В мельховском курении первый оторвался ото сна Пантелей Прокофьевич. Застегивая на ходу ворот, расшитый крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравевший двор, выложен росным серебром, выпустил на проулок скотину. Дарья в исподнице пробежала доить коров. На икры белых босых и ног малозливым брызгала роса. По траве через бас лег дымчатый примятый след. Пантелей Прокофьевич поглядел, как примится примятая дарьяными ногами трава, и пошел в горницу. На подоконнике распахнутого окна мертвенно разовели лепестки, оцветавшие в палисаднике вишни. Григорий спал ничком, кинув на отмаш руку. — Гришка, рыбалить поедешь? — Чё ты? — шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги. — Поедем, говорю, посидим, зарю. Григорий Посаповая стянул с подвески будничные шаровары, вобрал их в белые шерстяные чулки и долго надевал чирик, выправляя подвернувшийся задник. — А приваду маманя варила? — сипла, спросил он, выходя за отцом в сенцы. — Варила. Иди к баркасу, я за раз приду. Старик сыпал в рубашку распаренное пахучее жито, по-хозяйски смел на ладонь упавшие зерна и, припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григорий нахохлясь сидел в баркасе. — Куда править, бать? — К черному яру давай. Спробуем возле этой корши, где надысь сидели. Баркас, черканув кормой землю, осел в воду и оторвался от берега. Стремя понесло его, покачивая, норовя повернуть боком. Григорий, не огребаясь, правил веслом. — Грибани, что ли? Да вот сейчас на середку выберемся. Пересекая быстрину, баркас двинулся к левому берегу. От хутора догоняли их глухие на воде петушинные переклики. Чертя бортом черный хрящеватый яр, лежавший над водой урубом, баркас причалил к котловине. Сожжениях в пяти от берега виднелись из воды раскоряченные ветви затонувшего вяза. Вокруг него коловерть гоняла бурые комня пены. — Разматывай, я заприважу! — шепнул Григорию отец и сунул ладонь в парное зебло кубышки. Жито четко брызнуло по воде, словно кто-то в полголоса шепнувших. — Григорий нанизал на крючок взбухшие зерна и улыбнулся. — Ловись, ловись, рыбка большая и маленькая. Лиса, упавшая в воду кругами, вытянулась струной и снова ослабла. Едва грузила, коснулась дна. Григорий ногой придавил конец удилища и полез, стараясь не шелохнуться за кесетом. — Не будет, бать, ничего никакого дела. Месяц выш на ущербе. — Ты серники захватил? — спросил Пантелея Прокофьевич. — Ага. Дай огню. Старик закурил, поглядел на солнце, застрявшее по ту сторону коряги. Сазан, он раз наберет грешка и на ущербе иной раз возьмется. — Чудно. Мелочь насадку обсекает, — вздохнул Григорий. Возле баркаса, хлюпнув, схлынула вода, и двухоршинный, словно слитый из красной меди, сазан со стоном прыгнул вверх, сдвоев по воде изогнутым лопушистым хвостом. Зернистые брызги засеяли баркас. — Теперь ожди, — Пантелей Прокофьевич вытер рукавом мокрую бороду. Около затонувшего вяза в рукастых оголенных ветвях одновременно выпрыгнули еще два сазана. Третий поменьше, взвинчиваясь в воздух, настойчиво раз за разом бился уяра. Григорий нетерпеливо жевал размокший конец самокрутки. Неяркое солнце стало в полдуба. Пантелей Прокофьевич израсходовал всю свою приваду и, недовольно подобрав губы, тупо глядел на недвижный конец удилища. Григорий выплюнул остаток цигарки, злобно проследил за стремительным его полетом, в душе ругаясь на отца за то, что тот разбудил его с позаранку и не дал выспаться. Во рту от выкуренного натощак табака воняло припаленной щетиной. Нагнулся было зачерпнуть в пригоршню воды, а в это время конец удилища, торчавший на пол аршина, слабо качнулся и медленно пополз книзу. «Засекай!» — выдохнул старик. Григорий, встрепенувшись, потянул удилище, но конец стремительно зарылся в воду. Удилище изогнулось от руки обручем. Словно воротом огромная сила тянула вниз тугое красноталовое удилище. «Держись!» — стонал старик, отпихывая баркас от берега. Григорий селился поднять удилище и не мог. Сухач мокнув, лопнула толстая лиса. Григорий качнулся, теряя равновесие. «Ну и бугай!» — пришептывал Пантеле Прокофьевич, не попадая жалом крючка в насадку. Взволнованно посмеиваясь, Григорий навязал новую лису и закинул. Едва грузило достигло дна, конец погнуло. «Вот же он дьявол!» — хмыкнул Григорий, с трудом отрывая от дна метнувшуюся к стремени рыбу. Лиса пронзительно брунжа зачертила воду кругами, и за ней косым зеленоватым полотном вставала вода. Пантеле Прокофьевич перебирал обрубковатыми пальцами, держа к черпала. «Заверни его на воду! Держи, то пилой рубанет!» «Не бойся, батя!» Большой и желто-красный сазан поднялся на поверхность, вспенил воду и, угнув тупую лобастую голову, опять шарахнулся вглубь. «Давит, батя, аж рука занемела!» «Не погоди!» «Держи, Гришка!» «Да держу я!» «Гляди под баркас, не пущай, гляди!» Переводя дух, подвел Григорий к баркасу, лежавшего на боку сазана. Старик сунулся было с черпалом, но сазан, напрягая последние силы, вновь ушел в глубину. «Голову его подымай! Нехай глотнет ветру, он посмиреет!» Выводив, Григорий снова подтянул к баркасу измученного сазана. Взевая широко раскрытым ртом, тот ткнулся носом в шершавый борт и встал, переливая шевелящееся оранжевое золото плавников. «Твоевался!» — крякнул Пантелей Прокофьевич, поддевая его черпаком. Посидели еще с полчаса. Сазаней бой стихал. «Сматывай, Гришка! Должно последнего запрыгали, еще не дождемся!» Собрались. Григорий оттолкнулся от берега. Проехали половину пути. По лицу отца Григорий видел, что тот хочет что-то сказать, но старик молча поглядывал на разметанные под горой дворы. «Ты, Григорий, вот что!» — нерешительно начал он, теребя завязки лежавшего под ногами мешка. «Примечаю, ты не как с Аксиньей Астаховой!» Григорий густо покраснел и отвернулся. Воротник рубахи, врезаясь в мускулистую, прижженную с анцегревом шею, выдавил белую полоску. «Ты гляди, паря!» — уже жестко и зло продолжил старик. «Я с тобой не так загутарю. Степан нам сосед. С его бабой не дозволю баловать. Тут дело могет до греха взыграть, я наперед упреждаю, примечу, запарю». Пантелей Прокофьевич сучил пальцы в узловатый кулак. Жмуря выпуклые глаза, глядел, как с лица сына сливала кровь. «Наговоры!» — глухо, как из воды, буркнул Григорий и прям в синеватую переносицу поглядел отцу. «Ты помялкивай!» — рявкнул Пантелейич. «Мало ли что люди гутарют!» — огрызнулся Григорий. «Цит-сукин сын!» — Григорий слег над веслом. Баркас заходил скачками. Завитушками заплясала люлюкающая за кормой вода. До пристани молчали оба. Уже подъезжая к берегу, отец напомнил. «Гляди, не забудь! А нет с нынешнего дня прикрыть все игрища, чтоб с базу ни шагу так-то!» — промолчал Григорий. Примыкая, Баркас спросил, «Рыбу-то куда? Бабам отдать?» «Не, понеси купцам отдай!» — помягчал старик. «На табак разживешься!» Покусывая губы, шел Григорий позади отца. «Выкуси, батя! Хоть с треножиной уйду, но не на игрище!» — думал, злобно обгрызаясь, глазами крутой отцовский затылок. Дома Григорий заботливо смылся за ней чешуи присохший песок и продел сквозь жабры хворостинку. У ворот столкнулся с давнишним другом-одногодком, Митькой Коршунова. Идет Митька и играет концом наборного поиска. Из узеньких щелок желто-маслятся круглые с наглинкой глаза. Зрачки кошачьи, поставленные торчмя. Оттого взгляд Митькин текучий неуловим. «Ты куда с рыбой, Григорий?» «Нонешняя добыча не видишь?» «Купцам несу!» «Плохо им, что ли?» «Ну?» Митька на глазок взвесил Сазана. «Фунтов пятнадцать будет?» «С половиной, на безмене прикинул. Возьми меня с собой, буду торговаться». «Пошли. А Могорыч будет?» «Сладимся. Неча пустую брехать». От обедни рассыпался по улицам народ. По дороге рядышком вышагивали три брата по кличке Шамели. Старший без руки Алексей шел в середине. Тугой воротник мундира примил ему жилистую шею. Редкая курчавым клинышком бороденка задорно топорщилась вбок. Левый глаз нервически подмаргивал. Давно на стрельбище разорвало в руках Алексея винтовку, а кусок затвора изуродовал щеку. С той поры глаз к делу и не к делу подмигивает. Голубой шрам, перепахивая щеку, зарывается в кудели волос. Левую руку оторвало по локоть, но и одной крутит Алексей цигарки искусные без промах. Прижмет кисет к выпуклому заслону груди, зубами оторвет нужный клочок бумаги, согнет желобком, нагребет табаку и неуловимо поведет пальцами скручивая. Не успеет человек оглянуться, Алексей подмаргивая уже жует готовую цигарку и просит огоньку. Хоть и безрукий, а первый в хуторе кулачник. Кулак не особенно чтобы большой, так стык в утровянку величиной, но случилось как-то на пахоте на быка осерчать. Кнут затерялся, стукнул кулаком, лег бык на борозде из ушей кровь, на силу отлежался. Остальные братья, Мартин и Прохор, до мелочей схожи с Алексеем. Такие же низкорослые, шириной в дуб, только руку каждого по паре. Григорий поздоровался с Шамилями, а Митька прошел, до хруста отвернув голову. На масленице в кулачной стенке не пожалел Алешка Шамиль молодых Митькиных зубов. Махнул на отмашь и выплюнул Митька на сизый изодранный коваными каблуками лед два коренных зуба. Равняясь с ними, Алексей мигнул раз пять в отряд. — Продай чурбака, Гриш, купи ее. — Почем проще? — Пару быков да жену в придачу. Алексей щурясь замахал обрубком руки. — Чудак ты, жену тебе приплод возьмешь? — Себе оставь на завод. Шамели переведутся, — зубоскарил Григорий. На площади у церковной ограды кучился народ. В толпе церковный староста, поднимая над головой гуся, выкрикивал — «Полтинник! Отдали! Кто больше?» Гусь вертел шеей, презрительно жмуря березинку глаза. В кругу рядом махал руками седенький с крестами и медалями, завесившими грудь старичок. — А, наш дед Гришака про турецкую войну брешет, — Митька указал глазами. Пойдем послухаем. Пакель будем слухать, сазан провоняется. Распухнет. Распухнет весом, прибавит нам выгоды. На площади за пожарным сараем, где рассыхаются пожарные бочки с обломанными оглоблями, зеленеет крыша моховского дома. Шагая мимо сарая, Григорий сплюнул и зажал нос. Из-за бочки, застегивая шаровары, пряжка в зубах вылезал старик. — Приспичило? — съязвил Митька. Старик управился с последней буговицы и вынул за рота пряжку. — А тебе что? — Носом навтыкать, вот что, бородой, чтоб старуха за неделю не отбанила. — Я те стерва сейчас навтыкаю, — обиделся старик. Митька стал щурик, кошачьи глаза, как от солнца. — Ишь ты благородный какой! Сгинь, сукин сын, чё прислучился! А то и ремнем сейчас! Посмеиваясь, Григорий подошёл к крыльцу моховского дома. Перила в густой резьбе дикого винограда. На крыльце пятнистая ленивая тень. Во, Митька, живут люди. Ручка-то, смотри, тоже золочёная. Митька приоткрыл дверь на террасу и фыркнул. — Деда бы этого, которому приспичило-то сюда направить, а? — Кто там? — окликнули с террасы. Рабей, а Григорий пошёл первый. Крашенные половицы мелся за ней хвост. — Вам кого? В плетёной качалке сидела девушка. В руке блюдце с клубникой. Григорий молча глядел на розовое сердечко полных губ, сжимавших ягодку. Склонив голову, девушка оглядывала пришедших. На помощь Григорию выступил Митька. Он кашлянул. — Рыбки не купите? — Рыбы? Я сейчас скажу. Она качнула кресло, вставая, и зашлёпала вышитыми надетыми на басы ноги туфлями. Солнце просвечивало белое платье, и Митька видел смутные очертания полных ног и широкое волнующееся кружево нижней юбки. Он дивился атласной белизне оголённых икр, лишь на круглых пятках кожа молочно желтела. Митька толкнул Григория. — Глянь, Гриш, какая юбка! Как стекло, насквозь всё видать. Девушка вышла из коридорных дверей, мягко присев на кресло. — Пройдите на кухню, пожалуйста. Ступая на носках, Григорий пошёл в дом. Митька, оставив ногу, хмурился на белую нитку пробора, разделявшую волосы на её голове на два золотистых полукруга. Девушка оглядела его озорными и неспокойными глазами. — Вы здешний? — Тутошний. — Чей же это? — Коршунов. — А звать вас как? — Митрия. Она внимательно осмотрела розовую чешую ногтей, быстрым движением подобрала ноги. — Кто из вас рыбу ловит? — Григорий. — Друзьяк мой. — А вы сами рыбалите? — Рыбалю, и я, коль охота, набредёт. — Удочками? — И удочками рыбалим, по-нашему, притугами. — Мне тоже хотелось порыбалить, — сказала она, помолчав. — Ну, поедем, коль охота. — Как бы это устроить? — сказала девушка. — Нет, серьёзно. — Как устроить? — сказал Митка. — Вставать надо, дюжа, рано. — Я встану. — Только разбудить меня надо. — Разбудить можно, — подтвердил Митка. — А отец что? — Что, отец? — Митка засмеялся. — Как бы завора не почёл. — Собаками ещё притравить. — Глупости. Я сплю одна в угловой комнате. — Вот это окно. — Она указала пальцем. — Если придёте за мной, постучите в окошко, я встану. В кухне дробились голоса. Робки и Григория о густой мазутной кухарке. Митка, перебирая тусклое серебро казачьего пояска, молчал. — Женатые вы? — спросила девушка, тепля затаённую улыбку. — А что? — Ну, так просто интересно. Митка внезапно покраснела, а она, играя улыбкой и веточкой осыпавшейся на пол тепличной клубники, спрашивала. — Что же, Митя, это девушки-то любят вас? — Какие любят, а какие нет. — Скажите, отчего это у вас глаза-то, как у кота? — Кота? — вконец терялся Митка. — Ну, кошачьи. — От матери должной я тут ни при чём. — А почему же Митя вас не женит? — Митка отправился от минутного смущения и, чувствуя в словах неуловимую насмешку, замерцал жрутизной глаз. — Женилка не выросла. Она изумлённо взметнула брови, вспыхнула и встала. С улицы по крыльцу шаги. Её коротенькая таящая смех-улыбка жиганула Митку крапивой. Сам хозяин, Сергей Платоныч Мохов, мягко-шаркая шевровыми просторными ботинками, с достоинством пронёс мимо посторонившегося Митке своё полнеющее тело. — Ко мне? — спросил, пройдя, не поворачивая головы. — Это пап рыбу принесли, — сказала девушка. Вышел с порожними руками Григорий. — Редактор субтитров —